Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам Первого Верховного Апостола Павла. И сегодня мы будем читать девятую главу этого послания. Здесь содержится несколько тем. С 1 по 5 стих рассказывается о том, как Павел скорбит об Израиле, об Израиле по плоти о еврейском народе. 6 стиха до 29 говорится о том, что Бог властен избрать, кого хочет, и ожесточать. И последняя тема. Израиль ищет закон праведности, но праведность достигается лишь через веру. Это с 30 по 33 стих. И мы начинаем с первой темы, девятой главы послания к римлянам Первого Верховного Апостола Павла. Павел скорбит об Израиле. С 1 стиха и ниже. «Истину говорю вам во Христе, не лгу», – пишет апостол Павел, – «свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом», – то есть совесть, объятая Духом Святым. Это имеется в виду, что «великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». «По плоти», то есть за евреев. Апостол Павел был патриотом своего народа. Он говорил о себе, что он еврей от еврея, фарисей от фарисея, из колена Вениаминова. Он даже носил имя самое славное в колене Вениаминова. Это имя Савл по-еврейски, Шауль, так звали первого еврейского царя. Его имя нам больше известно в более искаженной транслитерации, как Савл. Саул, Саул, Савл. Помните, был еврейский царь Саул, на самом деле Шауль. И в честь этого первого царя, он был из колена Вениаминова, Павел до своего обращения ко Христу носил имя Савл. То есть на самом деле он был Саул, то есть Шауль. О чем здесь говорит Павел? «Я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». «То есть израилетян, которым принадлежат усыновления и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». Апостол Павел готов быть отлученным от Христа. Он готов оказаться в аду, только бы знать, что Христос помиловал его народ, его сродников по плоти. Учитель церкви Ориген писал в своих комментариях, гамильях на послание к римлянам, что удивительного, если апостол хочет быть анафемой, то есть проклятием, ради своих братьев, то есть сам готов находиться под проклятием ада, ради своих братьев, апостол, который знает, что тот, кто есть образ Божий, то есть Христос, уничижил себя из-за него, то есть из-за Павла, как и из-за каждого другого человека, и принял образ раба, и стал ради нас, то есть Христос стал ради нас проклятием. И в этом решении быть отлученным от Христа Павел подражает Христу, который в своем сошествии сам отлучил себя от небесной славы, облегся в человеческую плоть, принял образ раба, как пишет апостол Павел, смирил себя до смерти и смерти крестной, и душею сошел в преисподнюю ада. Теперь мы посмотрим толкование святителя Иоанна Златоуста, этого гамилья на послание к римлянам. Что ты говоришь, Павел, от желанного Христа, с которым тебя не разлучало ни царство, ни гиена, невидимое, немыслимое, не столь многое другое, от Него ты теперь молишься быть отлученным? Что случилось? Не переменился ли ты, не утратил ли это величие? Нет, отвечает он. Не бойся, продолжает Златоуст, потому что я, скорее всего, усугубил его. То есть величие. Потому что в этом желание быть отлученным от Христа ради братьев по плоти, он уподобляется Христу, о котором и сказано, что он пришел спасти людей своих от грехов их. Следующая тема Павел здесь рассуждает, что Бог властен избирать, кого хочет, и ожесточать, кого хочет. Шестой стих и ниже. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». Здесь апостол Павел рассуждает о том, что у Авраама было много детей, и подлинные сыновья Авраама – это не только те, которые от семени его, а только те, которые дети обетования, которые продолжают веру Авраама. А Авраам верил в грядущего Христа, в семени которого будет благословение всем народам земли. А Христос – это и есть семя Авраама. У Авраама был Измаил, у него были дети от Хитуры, Агарь, но дети обетования, символ которых Исаак, как сказано в Исааке, наречется тебе семя, это образ того, что все, даже бывшие язычники из разных народов, принимая христианство, становятся новыми детьми Авраама. Не по плоти, но по духу. Как в начале этого послания апостол Павел и писал, «Не тот иудей, кто наружно таков, но тот иудей, кто внутренне таков». Ибо слово «иудей» означает восхваляющий или прославляющий Бога. А кто лучший христиан восхваляет и прославляет Бога? Никто. А в чем величие христианского восхваления и прославления Бога? Мы прославляем Бога Отца во имя и через Сына Его, а Господа нашего Иисуса Христа. И далее мы читаем, то есть, не плотские дети – суть дети Божия, но дети обетования признаются за семя, а слово обетования таково, в это же время приду, и у Сары будет сын. Исаак рождается не от естественного движения плоти, скорее всего, это было все противоестественно, когда от 99-летнего Сара была моложе на 10 лет Авраама, зачинается наследник. Это, конечно, был акт веры больше, чем акт плоти. 10 стих апостол Павел рассуждает, и не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Призывающий нас – это Бог, Христос, который говорит «Придите ко мне все». Сказано было ей, то есть Ревеке, «А большее будет в порабощении у меньшего, как написано, Иакова я возлюбил, а Исаафа возненавидел». Библия показывает, что судьба всех первенцев она была печальна. А кто такой первенец Божий? Сказано, «Израиль мой первенец». Но давайте посмотрим, какими были первенцы Израиля. Измайл – первенец Авраама, родначальник арабской нации, был, по сути дела, разбойником. Сын Исаака – Исаф. Исаф был злодей. Первенец Иакова Рувим был блудником, который взошел на одр своего отца и спал с наложницей своего отца. Таким образом, судьба всех первенцев, она была печальна, как и печальна судьба Божьего народа, о котором скорбит здесь апостол Павел и говорит о том, что он желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев своих родных ему по плоти, то есть израильтян. Таким образом, апостол Павел показывает, что всегда происходит замещение первенца младшим ребенком. Если первенец Божьего народа – это еврейский народ, Израиль, то когда происходит замещение первенцам Божьим не по природе, а по благодати становятся язычники. Почему еврейский народ – первенцы? От них были патриархи, от них были пророки, от них по плоти сам Христос. И к ним первым является Христос, когда он говорит апостолам в 10 главе Евангелия от Матфея «К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева». И апостол Павел, когда начинает свою проповедь, он проповедует только евреям, но потом все меняется. Как изменилась ситуация с первенцем даже Адама и Евы. Первенец Адама и Евы был Каин, который убил своего брата Гевеля, Авеля. И когда они еще не родились? Когда они еще не родились? Когда Исаф и Иаков были в чреве своей матери, Господь говорит, Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел. В книге «Потея» говорится о том, что, находясь в чреве своей матери, Исаф и Иаков, они вели борьбу друг с другом. И есть древнее экзогетическое предание, которое рассказывает о том, что когда Ревека проходила рядом с языческим капищем, от радости Исаф там прыгал в ее животе. От радости там Исаак прыгал в ее животе. А когда Ревека проходила рядом с шатрами, Исаака, а это были дома учения, Байт Хабидраш, то все было наоборот. И Иаков прыгал от радости, и создавалось впечатление, что там борьба. Поэтому Господь знал, что больше будет порабощение у меньшего, как и написано, Иакова «Я возлюбил, а Исафа возненавидел». Потому что, кого Бог предузнал, того и предопределил. И все это апостол Павел пишет со скорбью. Здесь нету злорадства. Ведь он уже сказал, что ради сродников по плоти он готов быть отлученным от Христа, то есть сам находиться в аду. Как и Христос сошел в ад и облистал его сиянием божества. 14 стих и далее. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. О чем рассуждает Павел? Он рассуждает о том, что они еще не родились, Исаф и Иаков, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, но уже было сказано, больше будет порабощение у меньшего. Ибо Бог не ограничен временем и пространством, и как вездесущий, Он присутствует в каждом мгновении времени, в каждой точке пространства. Он знал, кем станет Исаф и знал, кем станет Яков. Но апостол Павел спрашивает по человеческому рассуждению, что же скажем? Он не говорит, что же скажу, он знает, но он как бы спрашивает от нашего лица, что же скажем, то есть мы все, неужели не правда у Бога, неужели Бог лицеприятен? Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вот это очень важный текст в Священном Писании, книг Нового Завета. И вы знаете, что я часто его цитирую. Здесь говорится о том, что кто-то может очень желать пережить милость Божию, Божье прощение, а кто-то может и подвязаться, быть подвижником для того, чтобы это произошло. Но помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть какое решение он примет сам. Ибо Писание, читаем мы далее, говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Здесь апостол Павел вспоминает, что Господь несколько раз прямо ожесточал сердце фараона. И, казалось бы, это лицеприятно, а в чем тогда преступление фараона, а если Бог сам ожесточал его сердце. Но если мы внимательно читаем книгу «Исход», то там вначале говорится, что фараон ожесточил свое сердце. Фараон ожесточил свое сердце. Фараон ожесточил свое сердце. И когда фараон уже определился со своим решением, сказано «Бог ожесточил его сердце». Бог ожесточил его сердце. Это после каждой из десяти египетских казней. Ибо Бог действует вне времени и пространства, а мы действуем во времени и пространстве, и фараон не был лишен свободы выбора. Как и Исаф, он не был лишен свободы выбора, и как первенец он мог стать на оси патриархом еврейского народа. И тогда мы бы говорили о боге Авраама, о боге Исаака и о боге Исафа. Но выбор Исафа был другой, в сторону зла. Кстати, Исаф был прекрасный сын своего отца. При всех своих недостатках он очень любил своего отца. Он пример для любого сына. Библия, когда говорит о проблемах человека, грешного человека, она не скрывает в то же время и достоинств того или иного человека. И мы читаем далее из 19 стиха. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» За что же Бог обвиняет, если он сам ожесточает, попускает искушение? И Павел восклицает. «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Изделие, например, горшок, скажет ли сделавшему его, например, горшечнику, «Зачем ты меня так сделал?» И властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же самой смеси делать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого, например, ночной горшок. А другой для низкого. Бог, как сердцеведец, Он вправе решать, как Ему поступать. Мы не можем спорить с Богом. Мы должны признавать Его власть над нами и смиряться перед любым Его решением. И далее апостол Павел рассуждает. «Что же, если Бог, желая показать гнев и вить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева» – сосуды гнева – это грешные люди, «готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе». Это Его избранники. Как мы видим из этого текста, Бог долготерпит нечестивых. А давайте вспомним, что в Библии сказано, что долготерпение Божие ведет к покаянию, но они так и не каются. Их решение становится окончательным. И 24 стих. «Кого Он приготовил к славе? Кому Он обращает милосердие? Над нами, – пишет Павел, – которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Бог заботится о всем своем творении». Если бы Библия начиналась с 12-й главы книги «Бытия», где начинается рассказ о патриархе Аврааме, ну, немного о нем говорится в конце 11-й главы книги «Бытия», то, наверное, это была бы абсолютно еврейская книга. Но это не так. Библия начинается с истории о сотворении мира, о том, как от одной крови Адама, первого человека, возникают все люди. Потом рассказывается о Ное, который был родоначальником человеческих рас, ибо его сыновья Сим, Хам и Афет и были такими родоначальниками человеческих рас, и Бог давал законы, Он давал их Адаму, о древе познания добра и зла. Конечно, они имели закон о жертвоприношении. Бог дал свои законы Ною, так называемые законы Ноя, которые обязательны для исполнения всем человечеством. Поэтому нельзя сказать, что Бог думает только об одном народе. Конечно, нет. Поэтому апостолы пишут, Он приготовил к славе, то есть проявив милосердие над нами, которых Он призвал, а кто такие мы, не только из иудеев, но и из язычников. И далее идет ссылка, как и у Осии, то есть у пророка Осии, говорит, кто говорит? Бог говорит, «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной». Бог через пророков уже предсказывал, что Он обратится к другим народам. Это книга пророка Осия, 2 глава, 23 стих. И еще пророчество, 26 стих, это Осия 1, 10. «И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога». Живого. То есть до какого-то момента действительно языческие народы не являлись Божьими народами, но потом, через евангельскую весть, они стали новым Израилем и новыми чадами Авраама, не по плоти, но по духу. Павел продолжает развивать эту мысль, а Исаия провозглашает об Израиле, то есть о первенце. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобно Гаморе». И в том, и в другом случае у пророка Исаия речь идет об остатке. Остаток – это верные, которые есть в любом народе, таковые были и в еврейском народе. И к моменту пришествия Иисуса Христа верный остаток еврейского народа – это Пресвятая Дева Мария, это праведный Иосиф, обручник, это праведный Симеон, это праведный Захария и Елисавета, это двенадцать апостолов Иисуса Христа, это апостолы из числа семидесяти, это первые христиане, и это Павел, который был от еврея еврей, от фарисея фарисей, как он сам говорит о себе. Итак, Господь предсказал, что народы существуют, потому что среди них есть святые. Верный Богу остаток. И в русском народе всегда было такое твердое убеждение, что не стоит город без святого и село без праведного. И, собственно говоря, в христианском понимании мир приходит к своему концу, когда полк святых оскудеет. Об этом и Христос говорит, что придя на землю, найдет ли он, обрящет ли он веру на земле. Потому что все превратится, как Содом и как Гамора. И последняя тема этой главы Израиль ищет закон праведности, но праведность достигается лишь через веру. 30 стих апостол Павел вопрошает, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. От веры в Иисуса Христа. А Израиль, искавший закон праведности, то есть через механическое деяние, механическое исполнение заповедей, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, то есть в своих собственных личных добродетелях. Это был такой образ самолюбование. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, а камень преткновения – это сам Христос, как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, то есть в этот камень нашей веры, во Христа не постыдится. Давайте посмотрим, какие объяснения на 32 стих имеются у святых отцов. Мы прочитали, что приткнулись о камень преткновения. Учитель церкви Ориген пишет, апостол не стал бы говорить, что иудеи не исполнили закона, которого искали, и которого держались, и которым обладали. Вместо этого он приводит причину, почему Израиль не мог исполнить закон. Потому что искали не в вере, говорит он, а в делах, в своих собственных делах. Но патриарх еврейского народа, Авраам, как он стал праведным? Через дела ли закона? Сказано, поверил Авраам Богу, и Господь вменил ему это в праведность. Его праведность была от веры, потому что он, 99-летний, поверил сверх силы, что от него уже омертвелого, и от его уже омертвелой чреслами жены будет потомок. Обетование. И за это они сподобились праведности. Не от дел закона, который всегда будет недостаточно каждому из нас, но от веры. Амфросиаст, древний христианский экзегет, в своем комментарии на послание к римлянам пишет, «Иудеи отвергли веру, которая, как я сказал, есть исполнение закона, говоря, что они оправданы делами закона, то есть соблюдением субботы, новомесяча, обрезания и так далее. Они забывают, что Писание говорит, праведной своею верою жив будет». Это очень важный текст из Священного Писания, это книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Праведной верою своею жив будет». И объяснение Констанции, комментарии на послание к римлянам, «Павел говорит так», преткнулись о камень преткновения, «Павел говорит так потому, что народ иудейский, полагая оправдаться делами закона, не смог прийти к закону праведности, то есть к вере Христовой». Среди нас православных есть очень много людей, которые пытаются определять церковность с помощью церковных канонов. Они говорят, это неканонично, это неканонично, это неканонично. Причем эти люди меньше говорят о заповедях Божьих, но больше говорят о каноническом праве церкви, как иудеи. Среди них были такие, которые почти наизусть знали Талмуд и очень плохо знали Священное Писание Танах, книги Ветхого Завета. И современные нам талмудисты, канонисты, это люди, сердца которых исполнено осуждение, они воспринимают слово канон не в смысле линейка, с помощью которой можно соизмерять свои действия, а как палка для битья ближнего, как источник несогласия со священном начале и всякие другие глупости. Ради своего предания они оставили заповедь Божию и первейшую из них заповедь о том, что милость превозносится над судом, а любовь превыше всего. Итак, мы читаем, ибо приткнулись о каме преткновения, как написано, вот полагаю, сегодня каме преткновения, каме соблазна, таковым является Христос, но всякие верующие в Него не постыдятся. Сегодня мы окончили изучение девятой главы послания Кремлина, и если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать десятую главу этого удивительнейшего апостольского послания, одного из центральных посланий во всех книгах Нового Завета. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых передачах, и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok